Дальше, от себя. Ну что, вот. Он сказал, что это утреннее, утреннее. Я здесь. Утреннюю зарядку, начинай. Потянулись к небушку. Все доброе попросили. Забрали себе. Плохое выбросили все. Потянулись, потянулись. Насыпочки, насыпочки. Все встали. Вылили. Вдох, выдох. И вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Правая рука вверх, левая вниз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ноги вместе. Раз, два, три, четыре. Три, четыре. Раз, два. Руки перед собой. Раз, два, в сторону. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Три, четыре. Раз, два. Встряхнули ручками. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. вот 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Волну тонемся Обратно попробуйте 1 2 Вот, штряхнули кисти Правая рука вверх, левая на поясе 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, Боложься вверх, сaltra вверх , сbraнив. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Кладём Я не знаю, кто это делает. У меня сейчас спина. Теперь Талия пошла. А мы тут же тоже сады. Нет. Мы туловищем крутили. Теперь плечи на месте. А бедра в другую сторону. Размялись. У Тимофея хорошо получается. А у поподальцев уже не надо. Вот молодец. Закончили. Приседания начинают. Сели. Стали. Сели. Стали. Стали. Сели. Стали. Андрюшенька, а что ты там на галерке пройтешься? Иди сюда к мальчику. Опять он начинает это свое дело. Иди сюда вот. Он ворота будет открывать. Уже они жадкие. А ну они. Не страшно. Прыжки на месте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Прыжки на месте, Кирилл. Они по кругу. Шагом марш на месте, раз, два, три, четыре, два, четыре, на месте, шагом марш на месте, три, раз, два, закончили? Мельница, даем ноги шире, руки в сторону, э, закончили? Руки в сторону, встань сюда вот. Все, и поехали, раз, два, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, четыре, ого, ветер какой поднялся. Вот, по лошадке. Делаем, делаем, делаем. Как Сюша, как делает, как самолет. Стряхнули ножки. Мы же гирю не бросали. Гирю, это как? Давайте гирю побросаем. Раскрутили, раскрутили и забросили, а там раскрутили и в другую забросили. Давайте перекатываем. На правую ногу сели, на другую, на левую, перекатились. Перекатываемся, перекатываемся. Андрей, перекатывайся. Встали, ноги стрекнули. Вокруг бума побежали. Все по три круга. Я буду контролировать. Не обгонять меня. Я говорю не обгонять. Я не обгонять. Я не обгонять. Я третий круг, последний. Вы куда тебе побежите? Да, я уже там. Я живи с улыбочкой! Вперед! Вперед! Вдох, восстанавливаем дыхание, выйду. Какой честный парень, где-то задержался, теперь сам нагоняет круги, которые не добежал. Доброе утро, Галякова. Хочешь читать молитвы похвально? Не садимся, не садимся, встаем. Дядя Никита, я покажу. След, след. Сидём все за мной, где встаем? След, след. След, след. След, след. Вот она, если поднимательно видеть, то тропинка вот она идет. Ну, бодрее, бодрее, а что вы после зарядки? Бодрее, бодрее. Бодрее, бодрее. Подтянули! Чего? Скажи себе огонь! Подтянули! Забаним, забаним! Давай, подтягивайся. Ксюша, что они подтягивали? Ну, упали. Скорее отроки, ну что последнее. С вашей прытью нужно быть первыми. Быстрее, быстрее. Тимофей, беги, бегом просто бежать надо. Слышишь меня? Ты по самому последней идешь, со всеми пятилетними. Давай быстрее! Все, встаем на молитву, не надо садиться. Встаем! Мальчики справа, девочки слева. Сейчас даем руку лишнее убрать. Что там прямо сзади спрятался? Выходи сюда. Все, внимание, готовы? Молимся. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже милости, будь по мне грешным. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Молит ради Пречистой Божией Матери всех святых. Помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины. Вездесущий и все наполняющий источник благ. И жизни, Податель, приди и вселись в нас. И очисти нас от всякой скверны. И спаси благой души нашим. Три Святая Троица, помилуй нас, Господи. Очисти грехи нашего Владыка. Прости беззакония наши. Святой посети исцели немощи нашей имени Твоего ради. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах. Да светится имя Твое. Да придет Царство Твое. Да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавок. Восстав после сна мы преподаем к Твоим стопам благи. И ангельскую песню возглашаем Тебе сильный. Свят, свят, свят ты Боже. По молитвам Богородицы помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и всегда и во веки веков. Аминь. С постели от сна Ты поднял меня, Господи. Просвети мой ум и сердце. И открою ста мои, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят ты Боже. По молитвам Богородицы помилуй нас. И ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Внезапно придется Идея. Идея не о каждого обнаружится. Так страхи воскликнем в полной. Свят, свят, свят ты Боже. По молитвам Богородицы помилуй нас. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй. Встав после сна. Благодарю Тебя, Святая Троица. Что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогнилался на меня, ленивый и грешный. И не прекратил жизни моей среди беззаконий моих. Но оказал обычное Твое человеколюбие. И воздвиг меня лежащего без сознания. Чтобы принести Тебе утреннюю молитву. И прославить власть Твою. И теперь просвети мои мысли. Открой уста мои, чтобы мне поучаться Слову Твоему. Разуметь заповеди Твои. И исполнять волю Твою. Прославлять Тебя в благодарном сердце. И воспевать Святейшее Имя Твое. Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и всегда. И во веки вечные. Аминь. Придите поклонимся Царю нашему Богу. Придите поклонимся и припадем ко Христу. Царю нашему Богу. Придите поклонимся и припадем к самому Христу. Царю и Богу нашему. Псалом 19. Да услышит Тебя Господь в день печали. Да защитит Тебя имя Бога и Аковлева. Да пошлет Тебе помощь из святилища, из Сиона. Да подкрепит Тебя. Да воспомянет все жертвоприношения Твои. И все сожжения Твое да соделает тучным. Да даст Тебе Господь по сердцу Твоему. И все намерения Твои да исполнит. Мы возрадуемся о спасении Твоем. И во имя Бога нашего поднимем знамя. Да исполнит Господь все прошения Твои. Ныне познал я, что Господь спасает помазанника Своего. Отвечает Ему со святых небес Своих могуществом спасающие десницы Своей. Иные колесницами и иные конями. А мы имеем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Господи, спаси Царя и услышь нас, когда будем взывать к Тебе. Плава Отцу и Сыну и Святому Будь. И ныне и присно, и во веки веков аминь. Господи, благослови нас на этот день. Дай нам желание трудиться, Господи. Ибо Ты сказал, кто не работает, тот и не ешь. Приучи нас к труду, Господи, чтобы мы своими руками добывали себе пропитание. И чтобы было из чего уделять нуждающимся, Господи. И чтобы люди, видя наши добрые дела, прославили имя Твое, Отца нашего Небесного. Господи, дай детям желание слушаться старшими, Господи. Ибо это от Тебя заповедь. А нам, воспитателям, дай мудрости в воспитании этих чад. И чтобы нам вместе прославить имя Твое и оказаться у престола Твоего, Господи. И всем спаси. Прости нас, Господи, что согрешили, чем в эту ночь. Защити нас, настоящий День. Хвала Тебе, честь и поклонение. Отец, Сын, и Твой Дух. Аминь. Аминь. Кто сбегает четыре раза в колокол ударит? Я. Давай, фручник. Кто-то еще, может, хочет? Я. Давай. Бегом только, вдвоем. Одному. Догоняй. Чтобы успел догнать и вернуть. Вот молодец. Ломанулся как. Ломанулся как распанник. Ой. Есть. Пик, миша. Ой. В туалет у девчачек. Чего ты лег? Ну, Ломанулся. Лего. Чего ты Библию, Тарас, читать? Чего ты не достойн такой распадник? А ты будешь достойн? Библию не достойн, но я же не прошусь. Библию читать, все достойны. И ты молодец, потому что свое недостоинство осознаешь. Мы и достойны и и недостойны одновременно. Два удара были. Достойны, чтобы не отчаиваться, и недостойны, чтобы не возгордиться. Понятно? Не помнишь, с какого стиха брать? Да блин, Ксюша, ты просто подвинься. Что ты сломаешь? Евангелие... У меня в последний раз не было. Нельзя сюда оставаться! Помнишь, где мы остановились? Нельзя! Нельзя! От Луки разли читали? Нельзя! 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 От Матфея читали? У Матфея остановились? У Матфея остановились? У Матфея остановились? А что же закладку мне Володя не делал? Я буду читать. Вы куда сбежали? Не по дороге? Нету. Там была... Какая там голова была? Там про губно было. Лопата в руке его потом... Это последний раз было. Да... Да... Бегали, молодцы! И тащили! Ну спасибо вам! Да ты и Фроси догнал! Неужели это почти невозможно? Перегнал! Ну раз! Ладно! Володя... Я тоже ее могу... Кто удалил? Там уже губно было. У нас же не спринтят. У нас же не спринтят. Да... 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 А у Тести атлет, что с него взять? Ну... Матфея 3.12. Лопата его, в руке его. Говорим отца и сына. Так... Вставайте все! А вообще там можно сидеть? Да этих можно же. Вот это главное. Можно, да? Хорошо. Лопата его, в руке его... Мы это читали! Да, это было уже. Солому сожжет огнем неугасимым. Это вы читали? Да. 13-14 стих. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Читали? Нет. Иоанн же удерживал его и говорил, Мне надо б накреститься от тебя. И ты ли приходишь ко мне? Читали. Не читали. Не читали. Тогда были все сонные и спали. 15-й стих. Но Иисус сказал ему в ответ, Оставь. Теперь. Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает его. Это не читали? Нет. Нет. На этот стих толкования. Теперь. Говорит. Уступи. Будет время моей славы. Но теперь я не обнаруживаю. Это Христос говорит Иоанну крестителю. Правду называет Закон. Человеческая природа, говорит, подверглась проклятию, потому что не могла исполнить Закона. Посему я, Господь Иисус Христос, исполнил все предписания Закона. Остается одно. То есть креститься. Совершив это, я освобожу человеческое естество от клятвы. Это мой долг. Клятва здесь имеется ввиду проклятие. Иисус крещается, будучи тридцати лет. Так как до этого возраста человек совершает все грехи. В первом возрасте преобладает неразумие. Во втором, то есть в юношеском, сильный пыл, похоти и гнева. А в тридцать лет, когда человек делается совершенным мужем, любостяжание. Таким образом, Иисус выждал этот возраст, дабы во всех возрастах исполнить Закон и очистить нашу природу. И подать нам силы, побеждать страсти. Итак, вопросы по этому стиху есть? Что имел ввиду, когда Господь сказал, оставь теперь, надлежит нам исполнить всякую правду? Что под правдой разумел Господь? Закон. Закон. Молодец. Внимательно слушаешь. Закон. А сколько лет крестился? Тридцать. Тридцать. Три возраста до тридцати лет испытывает человек. Первый. Неразумие, говорите. Неразумие. В первом возрасте, в детском, правильно. Что преобладает? Неразумие. Неразумие. Все неразумные. У вас разум детский, поэтому вы спрашиваете совета у старших, у которых разум уже более совершенный. Второй пыл. Второй пыл и гнев. Третий любостяжание. Третий любостяжание. Третий любостяжание. Молодцы, ребятишки. Все запомнили. А какой долг у Иисуса Христа? Это говорит мой долг, когда он пришел креститься, освободить нас от проклятия. А за что Господь человечество проклял? За то, что они не послушались. Было непослушание Бога. А в чем это непослушание было? Что Адам не послушался Господу, он наказал ему, что из всех ты можешь плодов брать и есть, но с одного плода ты не можешь брать. Понятно, непослушание. И Господь дал заповедь, почитай отца и мать. То есть слушайся родителей. Все вы слушаетесь родителей? Нет. Хотите быть под проклятием Господи? Нет. Поэтому слушайтесь чадо неразумное и будет у вас разум просветленный. А пока вы еще юны, пользуйтесь тем, что Господь вам дал наставников, советников, родителей, воспитателей. Благодарите Бога за это. А когда такое пыл? Что такое пыл? А это мы будем проходить в десятом классе. Что такое пыл? Пыль. Я только в шестом. Пыл? Ну вот примерно как вот Егор бежал за фростью, а вот в это вот пыл. Пыль с столбом летит. Понятно? Я снимаю. На счет три-четыре скажем доброе утро Игнатий Тихонович. Три-четыре. Доброе утро Игнатий Тихонович. О, мир вам. Миром принимаем. Миром принимаем. Как тут и было. Шестнадцатый и семнадцатый стих. Сейчас мы закончим третью главу. С вашего позволения можно? И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. И все отвезли с Ему небеса. И увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на Него. И все глаз с небес глаголющий. Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Толкование. Адам заключил их, а Христос отверзает, дабы ты знал, что и ты отверзаешь их, когда крещаешься. Кого их? Небеса. Миша. Небеса. Упало всё. Сходит Дух с большой буквы с небес во свидетельство того, что крещаемый больше крещающего. Крещающий здесь Иоанн Крестителя. Крещаемый Иисус Христос. Но Дух показывает, что крещаемый больше. Иоанна и Иудеи почитали великим, а Христа не так. Все видели, что Дух сходил на Иисуса, дабы не подумали, что голос сей есть Сын Мой возлюбленный относится к Иоанну. Но чтобы все, видя Духа, уверовали, что сей глаз относился к Иисусу. Сошел в виде голубя по причине незлобия и крутости голубя. Притом голубь есть самая чистая птица, так что он и не садится там, где есть нечистота. Так и Дух Святый. С другой стороны... Подожди минутку. Что он имеет в виду? Голубь не садится там, где нечистота. Понимаете? Вот требуется разъяснение еще. Подожди пока. Голубь не садится там, где нечистота. Он имеет в виду то, что неприемлемо для людей. Допустим, Ной выпустил ворона. Ворон улетел и не вернулся. А зачем возвращаться? Везде трупы плавают. Он сел на сона поклевал, сел на быка поклевал. Зачем возвращаться? А голубь не находил места покоя. Везде плавают трупы. Там деревья. А он нигде не сел. Вот какое. А так нечистота-то. Ласточка нам более чистая. В этом отношении воспитания детей голубь одна из самых нечистых птиц. Он маленько зад поднимет, оправился. И когда новое гнездо заканчивается, он, допустим, выращивается. Там толстым слоем нарощены. Все время приходится бумагу брать и выскребать у него. Вот скворченок оправился. Скворец берет и вытаскивает. Ласточка вытаскивает. Или нет. Здесь рядом отправляется. Гнездо сейчас кончилось. Там ни одной нету какашки. Чисто. Голубь в этом вопросе самая грязная птица. Ни курица этого не делает, ни свинья. Свинья, ты не думай, что она такая грязная. Мы ее так привучили. Свинья. У нее, где она лежит, там солома, гайно называется, она никогда там даже не пописает. Она отойдет в сторону как положено. Вот так. Так что нечистота означает эти трупы, свалки, голубь. В городе, смотри, он в мусорных ящиках и везде. Кучами прям на самой нечистоте. Ему есть нечего. Но по природе своей, голуби в природе, которые видят падаль коршуном, сел, клюет ее. Голубь никогда нигде не сядет. Они там где-то в кустах, высоко, всегда чистенько у него. Это люди одомашнили. Если кто ухаживает, то трудно за голубями ухаживать. А я за ними кормлю каждый день, пою их и все. Маленько посмотрел на них и бежать не некогда. Так вот надо вкладывать в это. Когда люди опровергают это, ты скажи, смысл в чем. Речь идет о голуби, которых прирученных голубей как бы и не было тогда. Какие породы? Что-то были турманы. То есть он падаль никогда к ней не подлезет? Конечно нет. Это вот вороны могут, стервятники. Это не свойственно ему. Голубь почему считается? Это единственная птица, которая не покидает место. Ну, допустим, воробей. Я вот сейчас разорю, он в другом месте улетел. А у голубя голубятня сожжена, ее нету, он все возвращается. Ну, почтовый голубь. Ну, почтовой курицы-то нету. И почтовой синочки нету. Притом советская власть подняла руку против тех, которые голубей разводили. Первое время была. А потом в РККК, это, ну, Красная Армия, стали специально разводить голубеводство почта. Ну, а как сообщить? Провода не протянуты. В корчину надо оттуда голуби. Сейчас ему к ножке привязали записку какую-то. И отпустили, он прилетел, там поймали. Ого, тут готовится нападение на них. То есть это было необходимо, большая помощь. И поэтому враг всегда стрелял голубей, чтобы не пропустить. А дорога его ждет, еще и коршун. Вот надо все это в совокупности брать. И тогда поймешь, да, говорится правильно. А вы когда сидите, вокруг смотрите, вот такой восход, такой сегодня восход. А посмотри, вон видно, что дождь идет. Вон, дождь идет. Видите, как называется ареальное упадение осадков. Вот, направо чисто. Налево там, за деревьем, мы не видим как, чтобы не ошибиться. Ну, явно видно, дождь идет книзу. Вон, видите, какие полосы. Значит, Господь там поливает из лейки. Кто-то молится, нужно полить огород, и Господь поливает. И нужно все время, когда ты это видишь, прославить Бога. Как все удивительно, чудно, предусмотрительно. А это наш дорогой костер. Вот пятница будет, напоетесь там. С другой стороны, как при Ное голубица возвестила прекращение потопа, принеся масличный лист. Так и теперь Дух Святый возвещает разрешение грехов в виде голубя. Там лист масличный, здесь милость Бога нашего. Далее цитата. В котором Мое благоволение. То есть, в котором Я, Господь Отец Бог, успокаиваюсь, в котором милости. Вот что значит благоволение. Вы должны научиться брать совокупности событий. Вот вчера фильм рассказать, и не могут рассказать. А чего он? О чем? Как? Раньше был фильм, в советские времена, ну, пропагандистский фильм. Вечный зов. По Роману Иванову. Кто смотрел его? Не видели. Ты, Никита, у меня как-то спеши, чтобы показать маленький эпизодик. Когда она своего Кирьяна встречает. Женщина одна. Ну, длинная там история. Многосерийный был фильм. Многосерийный. Кажется, серий 12 или 20. Военное время там. Ну, хороший фильм. Просто патриотический фильм. И она такая... Ну, почему-то именно за него она вышла-то. А он такой рохля. Вот прям... Ну, мужик-то хороший. Ну, а баба крутит налево-направо. Где? Ну, она потом сама... Горь какая с тобой. С которым она крутила, то сделался предателем. Ну, его там родной брат, кажется, расстрелял. Встретились они в лесу и... Вот. Его Кирьян звать. А я не знаю, она Анфиса, что ли. Как-то такое имя у нее где-то. Война-то кончилась. А ему на войне... Ноги оторвало. И он теперь на такой вот... Сидит... На коляске-то. Ну, и... Опирается... По земле-то. В руках у него такие... Колодочки. И кто-то его увидел. И ей сказали. Она живет-то одна. И теперь она поняла, что она делала. И она другим говорит. Я такая стерья. Стеряя я... Такая была. И вот она теперь на вокзале в Барнауле. Главное, в Барнаул. И она на вокзале теперь пропадает. Все поезда. И она глаза проглядела. И чем больше она его ждет, ты тем больше входишь в это состояние. Какие умели ставить духовные. Вот вчера смотрели, которые фильмы. Там... Американский фильм и прочее. То... Надень ей. Или там выронила... Видите, как она? Ей трудно. Сапожок. Сапожок упал. Вот. То сравнить с советскими, с русскими артистами, которые играют. Тут братья Карамазовы. Первая постановка. Тихий Дон пытается по-новому поставить. Да это смешно. Где они таких, как Михаил Ульянов. Вот сейчас там Евгений Миронов. Да у них во сне нет таких артистов. Вот прыгают, стреляют. Здесь не прыгают, не стреляют. Ничего нету. Это внутреннее переживание. Она показывает такое. Я знаю, это артисты. Да, действительно. Но... Я вдруг забываю, что это артисты. У меня слезы наворачиваются. Вот это высший класс вхождения в эту роль. Я не говорю про фильм Иисус. Которые там и русские участвуют. Даже когда дублируют. Самые лучшие артисты. Но они не в фильме участвуют. И вот здесь момент, когда она на вокзале. Она все поезда проглядела. А там бабка одна пришла. Ты хоть ела сегодня? Она не понимает, ты уже ела. Ну я тебе перловки сварила. С маслом конопляным. Бабка одна, там что-то глаз у нее больной. Шофера там стоят. Она подошла. Всем уже поезд там протирает. А вы не видели? Нет. А другой говорит, надо же баба. Домой не ходит ночевать. Она знает, что он где-то по вагонам ездит. И деньги выпрашивает пропить. А потом даст советской власти указания. Их всех разберут. Их там 5 что ли миллионов было этих раненых-то. Которые непристроенные. И в один день исчезли. Не знают где. То есть расстреляли своих же. И фильм поставлен сейчас, как их расстреливают. То есть их предупредили. Не проси. А куда он с ногами? Он же спился. И в одну ночь. И нигде приказа нет. Приказа нет. И нет. А другие сосали на соловки там везде. Это ссыльный. Но никого нигде нету. Государство держать их где-то. Их не удержишь. Они крутые ребята. Ну и по государственным рассуждаем. Ну что ты сделаешь? Человек запился. Ему пить надо. Стали собирать дома инвалидов. Там они дерутся. Вояки все. Я танкист. Он весь обожженный. Там у него глаза одни. А другой слепой воюет. Художник приехал. Их рисует там. Показывает их кладбище. Это реальный фильм поставленный. И приходится теперь прятать их куда-то. А этот до этого момента видимо успел. Тогда все это скрывали. И вот он где-то. А она же не знает где. По поездам не поедешь. Денег нет. И она вот. И вдруг передает. А она кашу то это ест. И ложку опустила. И все военные тут. Снуют туда-сюда. Ну так поставлено. Машины военные. Которые те еще были в войну. А то надо все собрать было как. Санитары. Все это бегом. Ну как в сталинское время это было то. В первом пути уходит поезд Барнаул Новосибирск. А маленькая погода. Отправляется поезд. И она вся туда. И вдруг видит из одного вагона. Кого-то высаживают. На коляске на этой. На платформе. И она забыла ложку свою. Бросила. А в этом время между ними поезд. Говорить нельзя. Какое переживание. Она видит это он. Кирьян ее. Которого она столько времени искала. А он домой не возвращается. К ней к жене. Знает что она такая подлая. Зачем. Он. Не хочет даже ее видеть. Она опротивила. Омерзела ему. Ш. Шварка такая. И вдруг поезд то проходит. Когда. А он. По платформе едет. На этой. Упирается. Ну. Колодочки в руках то. Но ног то нет. Он сидит вот на таких двух досках. И на колесика. Колесики там какие то деревянные. И она кричит ему. Кирьян. А он увидел ее. Повернулся еще скорее убегать от нее. Это момент вообще. Она догоняет. Останавливает. Падает ему на грудь. Плачет. Сама голову воткнула в нее. Руками лицо его гладит. Вот это артиста найти такого. Это нельзя. Он. У него губы дрогнули. Мужчина. Он сморщился. И когда заплакал. Без слез нельзя смотреть. Это вся скорбь. Вся печаль. Все пережитое. Таких артистов нет в мире как у русских. Он. Он не артист. Он именно пережил все это в нем. И наконец. Она его тащит уже на этой коляске. В дальнейшей серии не показано. Она его сделает бухгалтером. И он там бухгалтер то сидит. И такой важный как. Ну вообще. Как говорится потрясает. О Боге только не говорят. Вот о Боге не говорят. Ну. Скрыто было. Может быть они к Богу обратились. Вот я на это смотрю. Ну когда делается что-то как будто бы трудно. Посмотрю. Вот где было трудно. Вот где были переживания. У нас завтра особый день. Приезжает комиссия. Я с Витей сейчас договорюсь. Мне дадите сигнал. Тебя. Ты где-то рядом будешь работать. Меня не будет. Я буду в другом месте. Скажешь. Я воспитатель. Вы тут будете где-то рядом. Сейчас подождите. Подойдут. Витя подойдет. Ну я. Думал что придется уводить детей. Погода непонятно какая. Поэтому. Ближайший вариант такой. Просто будут сидеть и петь. Если какие-то претензии на детей будут. Они встанут. Договоримся. И Витя сразу их уводит. Куда? Ну куда-то. Увел там круг. По другой стороне. И кино будут смотреть. То есть вариантов много. Но чтобы я не знал куда уведут. Чтобы я мог сказать. Я не знаю куда ушли. Вот такое дело. А то уже на завтра об этом молимся. Говорим. Ну. Какое утро сегодня? Хорошее? Да. Все. Ну до завтрака надо хоть маленько поработать. Вы ногами научитесь никогда не болтать. Не надо. Я не болтаю. Сидел, говорит, ногой и качал ногой. Ногой. Что это такое? Это означает голый. Он сидел ногой и болтал ногой. Она у меня стихотворение написано. Взглянула лишь коса. Змеёю струились и косы. Коса взглянуто так со стороны. Ну что? Собирайте. Дождь уже ближе. К книге. Ну что? Давай. Кто-то сказать что хочет. Подходи ближе. Ничего нет? Уходим тогда. Ну что? Дождь уже ближе. А? Дождь уже ближе. Ну подойдет еще. Прятаться будем? Подойдет скажем. Ничего не надо. Это не объявление. Бери пуражку свою. Пуражка твоя где? Вон там еще я висит там. Сергеева? А я. Вот так. Так быстренько собирайтесь. Я иду первым. Не иду, а бегу. За мной чтобы убежали все. Я иду. Бегу не быстро. Я иду. Так. Уходи. Тебе ногой ударят здесь. Когда переходят, то со временем ты под ногами спутаешься. Так. Вулазьте все. За мной. Я сейчас как пикаю. Пикаю. Тихо. Ну кто-ка где стоит не важно. Сергей замыкающий. Ну куда в очередь. Так. Все вылезли? Да. Все. Очень печально! М kesкорда. Ай-а documents. Ух. Фоминские берем в летнеещее время doctrинга. Ооо. Да ооо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...